Призеров национального чемпионата Обилимпикс встречают неформально за чашкой чая. Ребята приехали из Москвы, где по итогам соревнований в компетенции промышленная робототехника в категории школьники, учащаяся лицея номер 52. Валерий Олешко занял второе место, а в категории студенты представитель Рязанского колледжа электроники Михаил Бугаков четвертое. Впрочем, цель чемпионата вовсе не в местах и медалях. Главное объединить всех. Мы подружились, чтобы они себя раскрыли и в спортивных мероприятиях поучаствовали, и в образовательных. Сегодня у нас был образовательный день Димаш выступал, где у нас различные гости к нам приходили, и в Центр занятости населения, и с фонд защитников отечества к нам приходили сегодня. Бойцы с СВО и рассказывали о том, как они находились на Украине. Конкурс «Вместе на карте возможностей» состоял из трех этапов, в ходе которых активисты движения «Обилимпикс» презентовали себя и свой регион, рассказывали про его культурное наследие и историю в форматах, которые выбирали команды-соперники. Рязанскую область представляла студентка железнодорожного колледжа Мария Жданова. В итоговом оценки жюри налогового голосования мы заняли, наша команда, третье место, то есть в Рязанской области мы довольны результатом. Еще могу сказать, что этот конкурс, как бумажка, открыл многие таланты, он у нас стал более общительный, да? Согласна? Да, мы не боимся теперь камеры, практически не боимся, да? То есть мы достигли успеха, мы победили себя. Всем ребятам вручили благодарности и ценные подарки. В фестивале «Равные возможности» принимают участие более тысячи человек. Для них проводят выставки, мастер-классы, спортивные состязания для правильной адаптации и социальной реабилитации.